Продолжение следует... Происходит нарушение микробаланса дыхательных путей. Именно этот рост микроб пришельца вызывает беспокойство в нашем организме. Наш организм старается механически избавиться от пришельца, выталкивая его из организма. Появляется кашель, появляется чих, появляется желание сплюнуть и тому подобное. Рассмотрим физику поведения микробных сообществ в этом случае. Кашель. Картина довольно-таки частая. Мы видим кашлящего человека, понимаем, что он нездоров. Причем не обязательно, что человек при этом начинает температурить. Зачастую он наплевательски к себе переносит кашель на ногах. Нам понятно, что причиной кашель является какой-то микроб пришельц аэрозольного типа, который влетел в горло на вдыхаемом потоке воздуха. После разрастания микроба пришельца человек начинает кашлять. И даже начинает отплевывать мокротную слизь. Окружающие люди называют такого человека туберкулезником. В шутку, конечно. Возвы кашля происходят у человека с регулярной частотой. Вы наверняка встречали таких кашляющих людей. Каковы причины подобного кашля? Причинами подобного кашля могут быть следующие. Человек закашлял, потому что находится рядом с работающим кондиционером. В машине, в офисе, например, в самолете. Все абсолютно пассажиры кашляют после перелета в салоне самолета. Вы видели, когда пассажиры выходят, они практически все кашляют. То есть они наглотались в самолете этих микробов. Второй случай. Человек закашлял так, как заразился от других людей, которые являлись источниками болезнетворных микробов. Например, в поезде, в магазине, в детском саду, в поликлинике. Везде можно подхватить вирусняк. Человек закашлял, потому что находится в холодных условиях. Его родные микробы перестали активно работать. Как бы замерзли. Иммунитет снизился. И горячий джигит микроб-пришелец поимел успех, когда залетел в горло. Четвертый случай. Человек кашляет, потому что вдыхает какие-либо консерванты, вызывающие снижение работы родных микробов и как следствие снижение иммунитета. К причинам подобного кашля мы относим такие случаи, как работа на проклятых родниках, проживание в городе с ужасной экологией, пропускание через дыхательные пути сигаретного дыма, вдыхание синтетических парфюмов, вызывающих аллергию или астму. Зачастую у человека при кашле отделяется некая слизь, которую мы рассматриваем не иначе, как отделенную часть биопленки болезнетворных микробов. Кашля. Человек механически старается избавиться от этой слизи. При этом мышцы его сокращаются и выталкивают нежелательных пришельцев. Вылетает часть слизи, а основная масса биопленки остается прилипшей где-то в глубине организма. Кашля не проходит долгое время. Попытка избавиться от мокроты слизи с помощью кашля происходит помимо желания человека. У некоторых людей эти попытки механического избавления входят в длительную привычку, что говорит нам о том, что в его дыхательных путях прижились вредные микробы. Если не влиять на этот процесс, то картина нарастания слизи внутри дыхательных путей не прекращается и повторяется снова и снова. Раньше человеку приходилось этим жить, понимая, что традиционные попытки избавиться от кашля действуют неоднозначно. Малина помогает, пока лежишь в постели, но когда ты встаешь, кашель возвращается. Антибиотики убивают что угодно в организме, но только не кашель. Сильное прогревание в сауне отпускает, но только на время, а кашель все не уходит и не уходит. Наши рекомендации опираются на систему гигиены на основе очистки пробиотиками. Мы рекомендуем не традиционные средства, а средства с микробами, которые реально стопорят рост микробов пришельцев и прекращают кашель. Рассмотрим физику поведения наших пробиотиков. Идея предполагаемого метода. Мы должны запустить внутрь на поверхность дыхательных путей пробиотики. Наши микробы-пробиотики пройдут тем же путем, что и микроб-пришелец. Поэтому будем обрабатывать поверхность ротовой полости и горлом. Далее наши микробы сами распространятся по дыхательному пути. Спрей-баллон для дыхательных путей. В зависимости от сложности и запущенности кашля можно применять один из микроуробных гигиенических биоклинеров. Например, спрей-баллон-антивирус. Процедура обработки пробиотиками совсем не сложная. Возьмите в руки баллон, энергично встряхните его, вытяните руку с баллоном перед собой с расстояния 50 см и нажмите на пимпочку в течение 2-3 секунд. Влажный туман с пробиотиками должен попасть на лицо, в ноздри, в открытый рот. Глаза при этом нужно держать закрытыми. Пробиотики, попав на слизистую носа и рта, сразу начинают свою защитную деятельность. Процедуру рекомендуется повторять утром, в обед, вечером, в течение 2-х недель, в течение 1-го месяца, а может быть, и всего лишь 1-го дня, и кашель у вас пройдет. Но при этом, заметьте, вы не будете принимать какие-то другие таблетки, антибиотики и так далее. Мы рекомендуем такое орошение лица пробиотиками для поддержания нормальной микробиоты вдыхаемого воздуха, для поддержания микробного биобаланса на поверхности дыхательных путей. Регулярные опрыскивания пробиотиками рекомендованы в период повышенного риска инфицирования микробами-пришельцами. Ну, например, период вспышки гриппа или при нахождении группы людей с чужими микробами, для них они родные, а для вас чужие, например, прилетели за границу. Обязательно на всякий случай. И вы не будете кашлять. В самолете, перед самолетом надо надышаться и лететь. Особенно перед приземлением самолета. Попробуйте еще раз спрыснуть свои рецепторы и вы увидите, все вокруг будут кашлять, а вы нет. Вы не будете кашлять. Вот такой спрей-баллон можно приобретать в нашем интернет-магазине пробиотика.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok